Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы зададимся вопросом, отменил ли Христос закон Моисеев. И мы прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 22 стих, с 27 по 28. Вы слышали, что сказано древним? Древний – это здесь как раз Моисей. «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вот здесь смущает вот это противопоставление. «Сказано древним, а я говорю вам». «Сказано древним, а я говорю вам». То есть как будто заповеди, Нагорные проповеди, они противоречат закону Моисееву. Во-первых, надо обратить внимание на другой текст из этой главы. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-20 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Давайте посмотрим, какое объяснение предлагает нам Хроматий Аквилейский. Это его трактат на Евангелие от Матфея. «Сын Божий, создатель закона» – то есть Моисеева закона. Моисея не автор. «Сын Божий, создатель закона и пророков, пришел не для того, чтобы нарушить закон или пророков, ибо он сам передал людям закон через Моисея и исполнил пророков святым духом возвещать будущее. Не нарушить пришел я, но исполнить. Исполнил же он законы пророков, совершая то, что написано о нем в законе у пророков». Поэтому и на кресте, когда выпил поднесенный ему уксус, сказал, совершилось, чтобы с ясностью указать на исполнение всего того, что было написано о нем в законе и у пророков, вплоть до питья уксуса. Он исполнил закон всяким образом, когда таинство Пасхи или Агнца, прежде показанное образно, завершил таинством своего страдания. Поэтому апостол Павел и говорит, «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Конец цитаты. Действительно, Христос является подлинным автором книг Ветхого Завета и Святого Евангелия. О том, что Христос является автором книг Ветхого Завета, в Новом Завете сказано, «Дух Христов из древле говорил в пророках». Моисей был пророком, и Христос называет его древним, относя к древним пророкам. То есть Христос не отменяет закон, данный им же самим. Он делает этот закон еще более строгим. Вернемся к тому, что мы уже прочитали. Вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». То есть убийцей по Ветхому Завету считался только тот человек, который совершил убийство, что называется, своими собственными руками. Христос не отменяет эту заповедь. Он делает ее еще более строгой. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Оказывается, убийцей в евангельском понимании является и всякий, кто гневается напрасно на брата своего, злословит, позорит и поносит его». Далее Христос сказал, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». Это записал Моисей, это услышали древние люди. И прелюбодеем по закону Моисееву считался именно такой человек, который совершил непосредственно акт прелюбодеяния. Христос делает эту заповедь значительно строже. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». И здесь и получается, что по закону Моисееву прелюбодеет тот, кто вступил в сексуальные отношения с женщиной, а в свете евангельского откровения даже тот, кто смотрит с вожделением. Он совершает этот акт в своем сердце. Он уже таковой по определению. Как же после этого можно сказать, что Христос отменил закон? Он усовершенствовал закон, то есть свое собственное слово, которое для древних людей он изрек так, а для более совершенных поколений иначе. По сути дела, Христос раскрывает генезис каждого греха. Он показывает его происхождение. Действительно, человек не может вот так взять, пойти и убить. Взять, пойти и совершить акт прелюбодеяния или блуда. Нет. Генезис есть у каждого преступления. Есть прекрасные книги, они называются «Добротолюбие», это свод знаний. И там, в этих книгах, показан генезис каждого греха, когда древние отцы, аскеты-пустынники, они показывали, выстраивая такие цепочки, как один грех, как одно согрешение цепляется за другой грех и за другое прегрешение. Как надо начинать борьбу с таким-то пороком, а как начинать борьбу с таким-то пороком. Таким образом, то, что вносит Христос, касается внутренних процессов, более важных, чем, собственно говоря, сами эти печальные результаты, которые, совершенно очевидно, возникают не на голом месте. Если говорить о законе Божьем, он был усовершенствован и в обрядовой части, и только в части нравственно-моральных предписаний. Обрядовый закон – это закон принесения жертв, и там расписано, что может быть жертвой, кто может приносить жертву, и кому она приносится. Христос одновременно является и тем, кто приносит жертву, как наш первосвященник небесный. Он есть тот, который является этой жертвой, и тот, который, как Бог, принимает ее, эту жертву на небесах. Христос исполнил закон даже в той части, которая касается уголовных наказаний. Он претерпел поношение, избиение себя. Он взошел на крест и умер за наши грехи и наши беззакония. Как апостол Павел пишет о Христе, что он умер за нечестивых, человеку, наверное, даже плохому человеку, свойственно испытывать желание умереть за Родину, когда он видит, что его дом разбомбили, его семья погибла. Обычно люди готовы умирать за что-то светлое, святое. Христос умер за нечестивого, пишет Павел, и добавляет, едва ли кто умрет за праведника. А праведников нет. Вот в чем проблема. Вот в чем беда. Тот, кто считает себя праведным, он не взыскует жертвы Христовой. Он как бы самодостаточен. Но приговор человеческой праведности один. Вся ваша праведность, как запачканная одежда. Закон Моисеев не мог никого довести до совершенства. Кровь агнцев и тельцов, она не могла искупить грехи и преступления людей. И людей в некоторых случаях побивали камнями насмерть. Христос есть тот, который встал в проломе за наши грехи, когда в результате нашей греховности образовалась пропасть, пролом между Богом и человечеством. Он есть тот ходатай и посредник, который исполнил закон от начала до конца, во всех его частях, явив нам пример абсолютного послушания воли Божьей. ибо он действует и как человек, и как Бог, являясь для нас наставником. И это очень важно, то, что наш наставник, он Бога-человек, потому что древние богословы, они писали так, человеку бы не поверили бы, хотя могли бы выслушать то, что он говорит, а Бога испугались бы и не смогли бы слушать, как израильтяне, они умоляли Моисея, пусть Бог говорит только с тобой. А когда человек и Бог – это одно, это высший авторитет и наглядный пример. И апостол Петр пишет, что он оставил нам этот пример, дабы мы шли, пусть изя его. И когда некий юноша пришел ко Христу и задал вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос указал ему на что? На вторую скрижаль. «Почитай отца и мать, не прелюбодействуй, не убивай». И когда мы ищем спасение во Христе и спрашиваем церковь, а что нам надо делать, нам предлагают закон Божий, чтобы мы его изучали, но при этом церковь христианская говорит, как бы ты ни старался, у тебя не получится. Были поколения людей, которые предшествовали нам, они были более усердны, более терпеливы, потому что христиане спасаются благодатью, не тем, что сделали они, а тем, что сделал Бог для них. Но Ветхий Завет остается законом Божьим, потому что он рассказывает нам о том, что Бог хочет от нас. изучая эти заповеди, мы стараемся идти путем святости. И хотя это недостижимый для нас идеал, и если мы падаем, спотыкаемся, это неизбежно происходит, мы каемся, исповедуемся, причащаемся и приобретаем очищение. Но если Бог сделал это для нас, мы не должны забывать того, что мы тоже должны что-то делать для Бога. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще один из вопросов, трудных мест священного писания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok